Мужской характер, сила воли, трудолюбие – это три кита, на которых держится спортивный успех. Удача тоже важна, но главное помнить, она приходит только к сильным. Спортивные игры предков не утратили своей актуальности и сегодня. Проводятся соревнования по таким древним национальным видам спорта, как борьба на ПСА. По этому виду спорта и ныне проводятся международные соревнования. Борьба у карачаевцев имеет отличительные черты и входит в число национальных видов спорта и носит массовый характер. Вольная борьба появилась на международной арене много позже греко-римской классической борьбы. Этот вид спортивной борьбы, в которой участникам предоставлена значительная свобода в выборе технических приемов, различные захваты, в том числе ног, подсечки и подбивы. Современная вольная борьба зародилась в Англии в конце XIX века. Несколько лет назад самое массовое газетное издание «День республики» проводило опрос на тему «Герои нашего времени». Случайные прохожие вспоминали известных личностей республики. Юноши, как водится, называли имена спортсменов и чаще всего братьев Темрезовых. Именно тогда, выслушав немало воодушевленных объяснений такого выбора, упоительные рассказы об их достижениях смогли полнее оценить значение именитых братьев для ребят, увлеченных вольной борьбой. Ведь для них Наурус, Курман и Тохтар Темрезовы – это трехкратный символ спортивного успеха и торжества сильного борцовского характера. Интересно узнать, как знаменитая троица сумела покорить спортивный олимп и сердца своих болельщиков. Чем живут братья сегодня? Началась славная история братьев Темрезовых на родных для них улицах Карачаевска, республики Карачаева-Черкесия, где мальчишки полное здоровье и нерастраченной энергии испытывали свою богатырскую силушку в национальной борьбе. О правилах малыши были осведомлены мало, зато желания и энтузиазма хоть отобавляй. Почти каждый вечер, обваляв соседских мальчишек в пыли, крепыши праздновали свои первые победы. Отец семейства, Срапил Умарович, решил направить энергию ребят в более рациональное русло и отвел старшего науруза в секцию вольной борьбы к талантливому наставнику, заслуженному тренеру Российской Федерации Алхазу Чочаеву. Это человек, который сыграл огромную роль в спортивной жизни, и ребята помнят всегда его напутствие, с уверенностью говорят, что в каждой удаче есть его заслуга. Я всегда гордился борцами, которые прославляли нашу республику. Я, конечно, хотел, чтобы сыновья выросли мужественными, сильными, порядочными. Я записал их на секцию борьбы, и я сделал правильный выбор. Я очень рад, что они пославили нашу республику и достойно писали нашу фамилию, историю. Спасибо тренеру Алхазу Чочаеву и всем нашим болельшим. Самый первый день в борцовском зале науруз помнит мало, однако утверждает, что занятия пришлись ему по душе. Будто в другой мир попал, ведь я даже борцовский ковер до этого не видел. Дома он настолько увлек младших братьев рассказами о тренировках, что по настоятельным просьбам последних через пару месяцев их тоже отдали в секцию к Чочаеву. Сразу же в глаза бросалось, что эти ребята хотят бороться, и у них что-то есть такое, что нет у других ребят. То есть у одного характер был, он, например, пришел, например, про наурузу, если будем говорить, он когда пришел, его выигрывали много ребят, его ровесники. И по ходу он каждый раз просил тех бороться с теми ребятами, которым он проигрывал. Вот это у него было сразу, можно сказать, характер был заложен у него с детства, что он хотел выиграть не слабеньких, как многие ребята хотят. Дай мне вот того слабенького, чтобы я мог его выиграть. А он хотел бороться с сильными. Вот, и через какое-то время вот те ребята, которые его выигрывали, он их выиграл то одно, то другое. Так вот он стал лидером в своей категории. А Курман, вот сказать честно, я вот даже не помню. Вот Курман пришел, чтобы он кому-то проигрывал. Он был, я не знаю, как Маугли, он мог на руках стоять, мог на ногах бежать, как спринтер. Он делал колесо, делал фляг, рандат. Ну, не сразу, вначале учить его, он все начинал на лету хватать. Так что он был среди этих ребят самый одаренный. И с самого начала он в своем весе, среди своих родистиков был лидером. Тохтар, он был тяжелый, то есть весом больше, чем они, когда он пришел. Я занимался наурузом Курманом. Курман и науруз занимались Тохтаром. То есть я то, что говорил, вот это надо делать. Они заставляли его делать. Так что больше внимания повтору уделяли братьям, чем я даже. И так получилось, что эти ребята жили борьбой. Они на первенстве республики среди юношей, среди молодежи стали на голову выше. А пока братья были лишь в начале пути, но двигались семимильными шагами. Самый такой для нас удачный год, это когда науруз выиграл международный турнир Ивана Ярыгина в Красноярске в 2005 год. И вот отсюда отбирались на Кубок мира и чемпионат Европы. В том же году Тохтар, младший самый, выиграл первенство России среди молодежи. Занимались братья, что называется, от души. Они вспоминают, что зал для тренировок был увешан плакатами с изображениями приемов вольной борьбы, и это стало для них хорошей мотивацией. Так хотелось поскорее ими всеми овладеть. Особенно манил рисунок мельницы, эффективного приема, когда атакующий взваливает противника на плечи и перебрасывает через себя, одновременно разворачивая его спиной к ковру. Именно этот прием станет впоследствии визитной карточкой Курмана Темрезова. В этот вид спорта я пошел по стопам старшего брата, науру за первый он, посетил секцию вольной борьбы. За ним я и за мной Тохтар, младший брат. Одну из разновидностей мельницы, боковую, сделает своим коронным приемом и науру с Темрезов. Они сегодня тренируют ребят в детско-юношеской школе, где они начали свою спортивную карьеру. Ребята часто приезжают на тренировки, сами тренируются. И ребят наших, там много ребят, которые тоже, кто по молодежи, кто по юношам, кто по взрослым уже борются. Ну и то, что они сами где-то считают, что вот этот прием больше подойдет. Они же смотрят на ребят тоже. Науру за, например, опыт большой, боролся, знает, чувствует. Вот он подходит, каждому показывает, вот этот прием ты попробуй, вот этот у тебя должен получиться прием. Или там смотрят со стороны. Вот это ты уже как-то не так делаешь, это чуть вот так надо сделать. Вот когда они приходят, ну это как бы для меня тоже, и для ребят. Это мы отдыхаем, мы вспоминаем, мы что-то новое даем ребятам. Вот это большой плюс, конечно. Я 25 лет в борьбе, и эти годы ушли безвозвратно. Но остались воспоминания, которые всегда хорошие воспоминания, приятные воспоминания о моем трени, о тех ребятах, с которыми я вместе вырос на ковре. И все ребята, с которыми я вырос на ковре, они для меня как братья. Желаю для молодежи вот такой крепкой дружбы, как у нас с ребятами. У нас зал был примечателен тем, что у нас была очень дружная команда. Мы очень с уважением относимся по сей день друг к другу и относились. Детские командные соревнования, которые проходили по всей республике, они очень укрепляют дружеские отношения между собой. Никогда не забудьте годы, проведенные на ковре. Это золотые годы. Каждому другу, с кем я вырос на ковре, выражаю слова искренней благодарности. То, что мы с малых лет вместе тренировались. В нашем городе Карачаевске были три высококлассных тренера по вольной борьбе. Это Сагид Мухтарович Курджиев, Азрет Ириджепович Джанкетов, Артур Акаевич Узденов. К ним хотел бы еще перечислить Казбека Качкарова. К сожалению, его уже с нами нет. Этот человек вырастил как мастеров по вольной борьбе, так и мастеров всего класса по национальной борьбе. Ребята, которые по сей день тренируются. И по сей день стали чемпионами Европы и чемпионами мира. Я вложил большой вклад. Они являются и тренерами моего тренера, заслуженного тренера Алхаза Махмудовича Черчаева. Это уважаемые всеми люди, которые вырастили в пляду высококлассных борцов. И эти борцы, они для меня как старшие братья. Это Ильяс Тикеев, Расул Чагаров, Руслан Иркенов, Шамиль Бердиев, Усман Журтубаев, Султан Киркейев, Хасан Байрамкулов, Эверест Гачияев, Эльдар Шаугенов, Борис Качкаров, Токтор Бифиляров и много других борцов. В узком кругу друзей, юных борцов, родственников. Я всегда этих людей приводил пример. Говорил о них с чувством гордости. А сегодня имею возможность снова о них рассказать. И я делаю это с большим удовольствием. Мы бегали за ними и хотели вместе с ними тренироваться, побороться. Я каждую схватку помню подетально. Это был 2005 год. Мы с тренером готовились на международный турнир в памяти Ивана Ярыгина. И победа на этом турнире действительно была очень радостна. И для моего тренера, и для меня. Приехав домой, я почувствовал, что я обрадовал своих друзей, свой город, нашу республику. Этим выигрышем мне посчастливилось стать первым номером России и участвовать на чемпионате Европы. Я рад, что мои братья не остались в стороне и пришли в секцию вольной борьбы. И на сегодняшний день они достигли высоких результатов на международной арене. И я вдвойне рад тому, что они на сегодня могут передать эти навыки молодому поколению. Лучше меня. Где-то они объясняют и приемы, и передают навыки борьбы молодым ребятам. В свободное время мы часто приходим в зал и работаем с молодежью. Наша основная цель прибить к молодым ребятам трудолюбие, чтобы они достигали к своей цели. Радуется глаз, что большое количество ребятишек увлеклись спортом. На сегодняшний день созданы все условия. Вот этот спортивный зал, новый тренажерный зал оснащен новыми тренажерами. Это подарок главы республики Рашида Борисовича Тимбрезова. Дети с удовольствием заходят в тренажерный зал, тренируются, повышают свою физическую форму. Завтра вот эти ребятишки вырастут достойными людьми. Надеюсь, будут достигать больших вершин в спорте. И завтра мы будем уже радоваться ихним медалям. Уже через два месяца начинающие борцы наурус и курман Тимбрезовы стали победителями районных соревнований. А победа, как известно, окрыляет и дарит уверенность в себе. И с этой площадки районного турнира начался стремительный взлет спортивной карьеры братьев Тимбрезовых. Они регулярно побеждают на республиканских и зональных соревнованиях, становятся победителями первенства России, мастерами спорта России, поднимаются на пьедесталы многих престижных международных турниров. Особенно памятен 2002 год, когда все три брата становятся золотыми медалистами чемпионата мира среди малых стран в Мальте. Тогда же братья выполнили норматив мастера спорта международного класса. Эта триумфальная победа в одночасье сделала братьев национальными героями, и в их родной Карачаево-Черкесии только и говорили, что о Наурузе, Курмане и Тохтаре. Они очень достойные, очень хорошие люди. Это те люди, на которых можно положиться в любую минуту. Они достояние не только для нашего города, а для всего карачаевского народа, для всех жителей Карачаева-Черкесии. Они достойно показали себя и на республиканских, и на российских, и на международных турнирах. Они мастера спорта международного класса. Своим трудом и порством добились этого. Хочется сказать спасибо их родителям, отцу с матерью, которые воспитали вот таких достойных, хороших, отзывчивых людей. Мне очень лестно и очень приятно, что я с этими ребятами, со всеми, знаком давно, поддерживаю дружеские отношения с ними. Есть наши молодежи, с кого брать пример, кому подражать. То, что они приезжают сюда и показывают мастер-классы, это очень радует. Последующие победы в международных турнирах серии Гран-при только поддерживали их славу. Наурус трижды становился призером чемпионата Европы, а Тохтар сумел подняться на пьедестал чемпионата мира. Когда заседала судейская комиссия, она призналась, что там был трехбаловый просел. Но, к сожалению, поезд ушел, и Наурус в конце концов боролся за третье место. И руководство федерации решило, что Наурус, мы считаем, что... И когда мы разговаривали по телефону нашим президентом федерации, президент федерации выросли, что мы считаем, что Наурус, это для нас, он вернулся как чемпион, потому что под субъективным, почему причины Науруса как-то зажали. И поэтому его премиально мы федерация решила дать им премиально как за чемпиона. КОНЕЦ Огромное спасибо, благодарность, признательность родителям Темрезовых за то, что они воспитали таких сыновей. Не просто их недостижение. Мир, Европа в составе сборной Азербайджана выигрывает Кубок Мира, Европу. Они прославили нашу республику, всю Россию в том числе, и, конечно, сборная Азербайджана. Не просто спортивное достижение, но их редкое такое сочетание, их качество, человеческое качество и в спорте большие достижения. Огромное спасибо еще раз родителям Темрезовых. Темрезовых. Поворотным в их судьбе стал октябрь 2006 года. Успех братьев давал надежду на олимпийское будущее. Но даже предполагая, что талант братьев позволил бы им одолеть своих соперников, не стоит забывать о существующих тогда проблемах с финансированием. Чтобы быть в лидерах национальной сборной, нужно участвовать и, естественно, побеждать во всех чемпионатах России. Тогда тренер, переживая о будущем своих воспитанников, договорился с представителями вольной борьбы Азербайджана о включении Темрезовых в сборную этой солнечной страны. Здесь спортсменам обещали щедрое финансирование и лучшие условия для занятий. Важный разговор между тренером и борцами проходил тяжело. Братья не готовы были к таким переменам. Но опытный Алхаз Магомедович Чочаев настоял на своем. Вы всегда меня слушались. Послушайтесь и сейчас. Главная задача у каждого спортсмена – это борьба на олимпийских играх, чемпионатах мира. И Наурус подошел и к возрасту такому, и к способностям, возможностям. И там полностью все как бы собралось в одну кучу, если так можно сказать, что он мог бороться на олимпийских играх, на чемпионатах мира и мог конкурировать с любым за счет характера. Он выкладывается полностью. И там тоже он на чемпионате мира боролся. На несколько, там, пять раз на Европе боролся постоянно. Призером, чемпионом становился. И самое главное – он попал на олимпийские игры. Ну, Наурус выложится, сделал все. Ну, вот чуть-чуть не хватило. Может, я не знаю, там, где-то, может, в чем-то. Да. Чуть не хватило. Наурус поехал. Наурус стал седьмым на олимпиаде для человека, который вышел с маленькой республики, поехал на олимпиаду, попал на боролся. Ну, я думаю, это тоже успех, достижение. И сегодня братья только с благодарностью и теплом вспоминают о своем первом тренере. Для своих подопечных он и наставник, и психолог, и доктор, и повар, и массажист в одном лице. А главное, он очень хороший и порядочный человек. Его воспитанники всегда становятся лучшими. Наш успех во многом его заслуга. К сожалению, курман, на которого тренер возлагал самые большие надежды, получил серьезную травму колена и ушел из большого спорта. А Наурус и Тохтар в составе сборной Азербайджана продолжили пополнять свою копилку. Тохтар обновил свою коллекцию наград бронзой Кубка мира. А Наурус может похвастаться многочисленными победами в международных турнирах серии Гран-при, в чемпионатах Европы и Кубке мира. А в 2008 году Наурус Тимрезов вплотную подошел к главной мечте любого спортсмена – Олимпиаде. Наурус в составе сборной Азербайджана принял участие в играх в Пекине. Однако Олимпийский педестал ему тогда не достался, что, впрочем, только подстегнуло и подвигло спортсмена на новые победы на других мировых и международных площадках. Наурус Тимрезов очень хорошо известен в мире вольной борьбы. Вот сейчас он все-таки из этого непростого положения вышел. И вот что значит опыт, да? У монгольского спортсмена и позиция была лучше Тимрезов. Тем не менее, видели, мы с вами, вышел на спину, а теперь провел переворот накатом. И уже ведет за счетом 3-0. И еще один очень хороший выход на спину. Если говорить вообще о этих тревоградях, то, конечно, об этом можно написать целую книгу, а не просто интервью дать. Они проделали очень большой путь, начиная с города Карачаевска, особенно старший брат Навзус. К сожалению, в моем понимании, тот потенциал, который имели все братья, особенно Хурман, Тохтар, они, к сожалению, даже на 30% его не использовали, в мое мнение. Потому что Хурман очень рано бросил борьбу, хотя он считался самым перспективным из этих братьев. Он был чемпионом Европы среди юношей. Для нашего народа это вообще грандиозный успех в вольной борьбе. Вторым, Тохтар, он чемпион России. Вообще, из карачаевцев по вольной борьбе есть только два чемпиона России среди молодежи. Это один из них Хурман, Тимрезов, один из них Османчур Тубаев. Вот, Тохтар стал бронзовым призером чемпионата мира по молодежи. Это очень большой результат. По национальной борьбе очень сильно боролись все трое. Ну, как бы, вольная борьба сама по себе, я ее считаю самым сильным и тяжелым видом спорта вообще физически. Это очень-очень большой труд, даже неописуемо очень тяжелый труд. И совмещать вольную борьбу и другие виды спорта, это очень трудно. Что молодежь должна равняться именно таким ребятам, которые своей жизнью, образом жизни, какой у них был, своими достижениями, своим характером, они уже показали пример для всего подрастающего поколения карачаевого тишкеса. Мне повезло, я вырос с ними довольно много времени находился с ними на сборах, на соревнованиях за пределами нашей республики, за пределами нашей страны. И очень приятно, когда ребята, которые отличаются своими нравственными качествами, которые хорошие ребята воспитанные, достигают высоких результатов в спорте. И с этой точки зрения я хочу отметить, что ребята, братья Темрезова, отличаются нравственным воспитанием, за что спасибо их родителям, которые вложили много сил в их воспитание, в подготовку, без поддержки которых они, я думаю, не смогли бы достичь этих высот. Ребята, которые, в частности, на УРУС Темрезов, очень компетентный, интеллектуальный, образованный человек, который знает, где и как дать уважение старшему, как поддержать младшего, в любое время готовы прийти на помощь и отозваться ближнему человеку. При выезде за пределы нашей республики можно с уверенностью говорить, что это наши земляки, это наши братья, где их хорошо все знают. И, зная их, думаю, что представителям нашей республики везде будут очень хорошо относиться достойные представители нашего региона, на которых, думаю, могут равняться подрастающее поколение. Хочется, чтобы наше дело было продолжено и талантливые ребята показали себя на международной арене. Они наш завтрашний день, то, что у нас не получилось, сделают они. Главное, помочь им сегодня, задумываются о подрастающем поколении братья Темрезовы. А раз подумали, то сразу к делу и перешли. Так, на УРУС стал вице-президентом новообразованной региональной общественной организации «Токспорт», призванной помочь ребятам, занимающимся вольной борьбой. Это и финансовая помощь в организации поездок юных борцов на соревнования и сборы, а также мастер-классы от знаменитых спортсменов для обучения нюансам и тонкостям высокопрофессиональной борьбы. И, конечно же, работа над духовно-нравственным воспитанием молодежи. Хочется подчеркнуть и отметить, если даже в вольной борьбе, если даже вольная борьба жесткий и травматический вид спорта, то в основном борца преобладает доброта и доброжелательность. Наша главная цель сегодня – повернуть молодежь в направлении занятием спорта, видеть в их глазах радость, мужество, патриотизм. И не только в их глазах, но если будут дети счастливы, то и радость у их родителей. Высшее образование спортсменов. На УРУС получил 4, а Курман и Тохтар – по 3 высших образования. И это при их перенасыщенной тренировками жизни, когда каждый день минимум 4 часа посвящается спортивным занятиям. Сейчас братья работают в управлении федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской республики и в управлении мелиорацией земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесии. И, как последний штрих к портрету братьев, тем резовы сторонники здорового образа жизни, что и стараются активно пропагандировать среди молодежи. Сильный толчок, конечно, дал приоритет программы Путина по развитию спорта в регионах и по воспитанию подрастающего поколения в рамках законов Российской Федерации. Все мы видим, что продолжается конструктивная работа по возведению спортивных объектов, кортов, футбольных площадок. Уже готов очередной новый комплекс в городе, которому приковано внимание спортсменов и жителей города, которые давно мечтали, чтобы на этом удобном, красивом, экологически чистом месте возвели такие красивые корты, футбольные поля. Там образовался целый спортивный городок. Вся эта плодотворная работа ведется под личным контролем главы нашей республики Рашида Борисовича Тимбезова. А мы, в свою очередь, должны привлечь молодежь к спорту, привить к ним трудолюбие, чтобы наша молодежь могла отличиться своим знанием, своими результатами в спорте, в науке и в культуре. Я желаю нашей молодежи, чтобы она росла крепкой и здоровой. Здоровая молодежь – это здоровое общество. А здоровое общество – это правильные идеи и правильное направление в жизни. Я не пробовал ни одного другого вида спорта, хотя с интересом играю в теннис и шахматы. Люблю играть в футбол. Но специально я ничем, кроме борьбы, не занимался. Дело в том, что я родился в спортивном городе. У меня даже возможности выбора не было. У нас очень хорошая школа в Вольнберге. Город маленький, не было ни кортов, ни катков. А для занятий борьбой нужен самый минимум – зал и маты. Позитивное изменное лицо. За последние три года у нас в республике проделана огромная работа по развитию спорта, строительству новой спортивной инфраструктуры. Все это позволит развивать новые виды спорта, в том числе и игровые, так как появится своя база. Зная знаменитую Труицу, можно только порадоваться, что у современных детей есть такие кумиры. Пока есть ребята, которые желают быть похожими на таких, действительно достойных людей, будут у нас и новые темрезовы, новые имена, о которых заговорил спортивный мир, и просто хорошие и добрые люди. И сегодня, встречаясь со своими друзьями, известными спортсменами, они вспоминают участие в спорте и с удовольствием рассматривают награды, высшие достижения. Гости говорили о вкладе темрезовых в спорт. Кто-то видел их становление с детства, а кто-то гонял вес вместе с борцами в одном зале. Могу сказать про них только положительное. Мы очень долго дружим, и сейчас дружим фактически. Наша жизнь заключалась в том, что у нас были сборы, соревнования. Все время мы ездили. Так что, можно сказать, что выросли вместе с детства. Я могу сказать про Навруза. Мы болели за него, когда он попал на Олимпиаду. Это было, конечно, очень волнительно, но мы очень болели. Хотелось, чтобы с нашей республики, чтобы у нас был альпийский чемпион. Так он, конечно, показал самый наилучший результат, который мы знаем, что он все регалии у него. Он заслуженный мастер спорта. Наша цель, вот планка есть у нас, Олимпиада. У нас попал на Лусь. Мы хотим, чтобы у нас был альпийский чемпион в республике. Сейчас подрастающая молодежь, чтобы они ровнялись на них, чтобы видели, что у нас есть такие вот ребята, как они. И мы хотим, чтобы наша молодежь была более в спорте, чем у меня сейчас, что творится на улице. Имя мастера спорта международного класса по вольной борьбе, двукратного призера чемпионата Европы, обладателя многочисленных наград Науруза Тимрезова, давно уже стало в нашей республике синонимом сильного, достойного спортсмена и просто порядочного человека. Его именем многие родители называют своих детей в надежде, что вместе с ним они приобретут хоть часть из многочисленных достоинств этого человека. С Наурузом мы больше ездили на соревнования. Тохтары Кольман были молодыми еще. Потом они подтянулись, постоянно за друг друга болели. Всегда у нас были такие отношения, старший, младший. На соревнованиях, когда попадали друг на друга, никогда не боролись. Вот среди наших учеников Алхаза вот так было. То есть младший уступал старшему. Я не знаю, все всегда искренне друг за друга болели, радовались в спорте. Всегда воспитанных уважают. Даже если он твой соперник. И как бы все спортсмены друг с другом дружат. Подрастающему поколению я пожелаю яркий пример на Уросте Тимрезов, участника Олимпийских игр. Я вот им желаю, чтобы достигли таких же результатов. Ну и превзошли на Уроза, завоевал теннику за Олимпийскую медаль. Достижения спортсмена. Наурус Тимрезов. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Трехкратный обладатель Кубка мира. Трехкратный призер чемпионата Европы. Чемпион мира среди малых народов. Чемпион международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин. Победитель международного турнира серии Гран-при Испания. Призер международного турнира серии Гран-при имени Алиева Дагестан. Участник Олимпийских игр в Пекине 2008 год. Курман Тимрезов. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Одиннадцатикратный чемпион России по юношам. Чемпион Европы по юношам. Второй призер Кубка России среди взрослых. Чемпион мира среди малых народов. Чемпион международного турнира памяти Наниева Владикавказ. Чемпион международного турнира Беларусь. Второй призер международного турнира имени братьев Белоглазовых. Третий призер международного турнира имени Александра Медведя. Призер международного турнира памяти Ивана Ярыгина. Второе место на чемпионате России по молодежи. Третье место на чемпионате России по взрослым Якутия. Тохтар Тимрезов. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Чемпион России среди юношей Бугуруслан. Чемпион России по молодежи Бурятия. Призер чемпионата мира Литва. Чемпион мира среди малых народов Мальта. Призер международного турнира памяти Ивана Ярыгина. Призер чемпионата России по взрослым Нижневартовск. Двукратный чемпион международного турнира имени Степана Саркисян Армения. Чемпион международного турнира Иран, Греция, Турция, Франция, Болгария, Кипр. Двукратный чемпион Азербайджана. Призер Кубка мира среди взрослых. Я заметил одну деталь. Спорт сильно сближает людей. И мы будем дальше прилагать усилия для продолжения процесса сближения народов через спорт. Хочу выразить огромную благодарность нашим родителям, которые поддерживают нас во всем. Чем бы ни занималось наше подрастающее поколение, я желаю, чтобы они достигли высоких результатов и в спорте, и в науке, и в культуре. Чтобы наша молодежь росла в рамках добра, порядочности, справедливости. Чтобы Карачаево-Черкесия и вся Россия могла ими гордиться. И к этому призывает нас всех глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Борис Пивич Цимрезов. Россия вперед! Сказав замечательные слова, я хочу их повторить. И только объединив усилия, мы придем к достижению главной цели – к протитанию нашей республики. Каждый спортсмен верит в победу и надеется стать первым. Но быть уверенным до конца не может никто. В нашей республике в обязательном порядке нужно будет поднять борьбу на такой высокий уровень, чтобы спортсмены Карачаево-Черкесии могли выступать на любых чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Этот вид спорта объединяет людей, сплачивает. И показывает, что какой бы национальности человек ни был, каждый спортсмен относится друг к другу, как к брату, как к родственнику. И дружба между народами, между нациями, между этими спортсменами просто огромная. Мать и отец были и остаются главными болельщиками и судьями своих сыновей. И сегодня в кругу семьи гордятся достижением своих сыновей, мужей, отцов. Субтитры создавал DimaTorzok Каждая мать, каждый отец с самого детства мечтает, чтобы дети выросли достойными, хорошими людьми. Ну и мы, конечно, от самых малых лет старались привить им все качества, хорошие качества. Растали они тихими, трудолюбивыми детьми. Очень часто помогали дедушке на Синокосе. В школе хорошо учились, нарус у нас серебро в школу закончил. То, что они пошли в спорт, это, конечно, было согласие отца. И я хотела, чтобы чем-то занялись. Я сначала, правда, предложила, может, легкую атлетику немножко, пусть походят, потом уже борьба. Но меня Алхаз переубедил. Он сказал, что можно и сразу на борьбу отдавать. Я, например, не была уверена, что они пойдут в профессиональный спорт и будут профессиональными спортсменами. Изначально, когда они пошли, мы думали, ну, просто, чтобы они физически были развиты. Нарус очень хорошо учился, и я думала, что он был врачом. Это была моя мечта, чтобы он был врачом. Ну, остальных пока еще и не думала. Но пока я уже думала, я уже поняла, когда уже надо было думать, кто кем вырастет, кто кем встанет. Они уже определились для себя. Все выбрали профессиональный спорт. И я уже, конечно, мешать не стала, но старалась поддерживать. Наши сыновья в этой жизни добились многого. И добились благодаря своему трудолюбию. И у них была цель в жизни, и они достигали постепенно эту цель. Город Карачаевск на спортивной карте Карачаева-Черкесии занимает ведущее место во многом благодаря успехам борцов. Специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва существует с 1991 года. За время работы специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва подготовила 40 мастеров спорта, 5 мастеров международного класса. Но, пожалуй, самые известные борцы, подготовленные школой – братья Темрезовы. Темрезовы. Продолжение следует... Продолжение следует...